Буквально за дочь после дождя у нас расцвели цветы, смотрите в вазоне Ну а я тем временем после вечерней ночной прохлады одеваю рубашку, панамку и беру сапку и иду на огород Если вы думаете, что земля мокрая, либо сырая после дождя, нет, в последнее время очень жарко и все очень быстро высыхает Поэтому идем на огород с утра, пока еще есть эта прохлада Субтитры создавал DimaTorzok Покажу вам с пылу в жару, как говорится Вкуснейшие кабачковые оладики У меня есть рецепт на сайте моем на канале Ушла дожаривать остальное Хотела вам показать маленьких кролят, но кролиха их очень тщательно оберегает Тут свиньи слышны на заднем фоне Видите, вот тут сбоку Вот здесь вот Лежат маленькие, они рождаются без шерсти И там еще вдалеке тоже есть Мы пока у нее не убираем, потому что она для тех, кто не знает Сначала откладывает шерсть, потом в этой шерсти она рожает И главное тут ничего не трогать Потому что есть некоторые кролихи, когда ты немножко убираешь или что-то трогаешь Хотя бы что-то она почувствует, что здесь был человек Она может даже отказаться от своих кролят Перестать их кормить, представляете? Так что так Кто-то из вас спрашивал, почему у козочки порезано ухо Смотрите, раньше, когда коз или овец отправляли на пастбище Каждый хозяин себе как-то подмечал своих животных Например, овец овцам даже вырезали кусочек вот так вот уха Представляете? Некоторые так помечали, некоторые вот тут кончик отрезали То есть это было сделано для того, чтобы люди узнавали вдалеке своих коз И не спутывали их с другими У нашей козочки вот такие пометки Это не мы ей делали такую пометку Мы ее такой уже купили Да? Скажи, я соврала или нет? Или все сказала? Я правду сказала? Вот так вот скажи Люди ушки пробивают, а нам их подрезают Вот люди Сорвала одну розочку Вам тоже жалко врезать розы? Ну, потом и росла, и росла Срезала одну розочку, поставлю ее в стаканчик Больше так жалко срезать У вас также? Не знаю, у меня рука не поднимается Срезать живые цветы Срезать живые цветы Срезать живые цветы Срезать knows uga в interval Режим Ты не знаешь Как во избавил 국가 еть? Кажут Я не знаю, действительно ПалCar Нож crew Бер выпуск Нажим力 Нажим спросить космет Merci Нажим ude , wifi Бер Соз dicho nect М В Вот такая бывает погода в селе, тут солнышко, тучки, а с обратной стороны вообще радуга, такая прекрасная. Видите, было красиво, невероятно. Смотрите, уже здесь появляется, это будет круг на все небо такой. Ах, боже, боже, как красиво. Здесь уже начинает виднеется, тоже появляется. Боже, какая красота, жалко, что камера не передает. Дождик, но и радуга уже тоже стала виднеться еще лучше. Посмотрите, какая. О, какая. И дождь, и солнце с обратной стороны. Боже, какое это чудо, чудо из чудес. В такие моменты, знаете, когда радуга на все небо, ты понимаешь, насколько ты крошечный в этом мире, насколько ты просто, я не знаю, песчинка в этом мире и все твои проблемы. Жалко, что телефон не передает так эту красоту, там сверху виднеется такая. Ах, вот он, смотрите. О, боже, как он перевернулся только что. Смотрите. Ух ты, какой маленький. Еле-еле стоит на ножках. Пытается. Как только они немножко подрастут, я вам обязательно сниму видео. Эх, так плохо, очень видно. Продолжение следует... Продолжение следует... А сейчас, ребята, шок-контент. У нас не только маленькие кролики, а и маленькие внутри. Посмотрите, какие они маленькие. В отличие от кроликов, они рождаются уже... Вот в шерсти им сегодня только второй день. Они рождаются уже пушистые. В отличие от кроликов, которые рождаются голенькими. Посмотрите, мама их так тоже тщательно оберегает. Кто-то старается, этот разнос туда-сюда тягает. Защищает, чтобы их никто не трогал. Чтобы их никто не обидел. Потому что так крутит, вертит. Я так наблюдала за ней. Она, наверное, минут 10 крутила этот поднос. Туда-сюда, туда-сюда. Интересно, что она хотела сделать. Возможно, она хотела, чтобы они на него все сели. Но, насколько я поняла, она туда хотела положить им еду. Видите, что она делает? Она перетащила себе этот поднос. Субтитры сделал DimaTorzok